Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке, New life is my life. И нас чуть не стало меньше. Как ты чуть не убилась на своих козлах, на чем ты подскользнулась? Давай переходим. Давай. Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке, New life is my life. Сегодня мы выбрались в Walmart. Это большой Walmart, который на пару миль дальше того, которых 2 чуть меньше около нас, но в общем это очень большой-большой Walmart, у нас около нас один маленький, который чисто продуктовый, да там же только продукты в нем, потом один с другой стороны, который такой универсальный, в нем продукты и не продукты, но он меньше, чем этот, а этот уж очень самый большой такой, и в нем есть вообще все-все-все-все-все. И мы сегодня идем, Маришка хочет купить себе какую-то аппликацию на штаны, вот, а мы заодно покажем отдел рукоделия, где что-то можно купить для рукоделия, потому как у нас был такой вопрос. Ну я, между прочим, тоже рукоделиям увлекаюсь, потому что у меня есть швейная машинка, ну не потому что, да, потому что я люблю этот раз, во-вторых, я умею шить, у меня есть швейная машинка, мы можем даже ее показать. Зашли в этот, но это уже рукодельный какой-то. Ну, здесь немножко другой. У нас, наверное, мы их даже сможем показать. Сможем. Вот. Ну, все тогда, разворачиваемся и показываем все, что бывает для рукоделия и для творчества. Здесь всякие штуки продаются для тех, кто чего-то любит порукодельничать, ну, точнее, там всякие булавочки, сережки, вот это вот основание, если вы хотите свои сережки сделать, да, то то, что вышка вставляется. Короче, и сережки, и гвоздики. Вот набор для этого мастерства. А вот покажи еще вот такие вот. Подвесочки. В общем, здесь можно собирать сережки, браслеты, цепочки, подвески. Покажи, сколько вот такие всякие вот. То есть вот метражом продается цепочка, сколько здесь? 182 сантиметра. Мы здесь покупали, наверное, пару раз. Вот такие, потом, чтобы браслеты собирать, что-то на них вешать. Мы покупали у нас в школе, делали... Практически готовые браслеты. На мамин день в киндергадене дети делали подарки для мам. Можно было свою какую-то старую полную бижутерию, камешки, все, что у вас есть, отдать. И дети сделали очень красивые брошки. Сереж, ты потом ее вставь прям так, я покластвую. Мне Катаринка брошки сделала. Я ее ношу. В общем, все это стоит очень недорого. Вот всякие инструменты для этого есть. Ну, там всякие булочки, всякие проволочки. Смотри, там даже что-то написано, золотая какая-то. Ну, это, скорее всего, зайка идет цвет просто. Обозначить, что она будет золотистого цвета, а не из состава сколько-то. Да. Ну, тем не менее, да, вот серебряная. И все это можно покупать и чего-то из этого мастерить. Вот тут, смотрите, всякие эти бусины, которые можно собрать в свои какие-то кольеты, я не знаю, типочки, подвески. Очень много родителей носят всякие браслетики, которые делают дети там с именем ребенка или со своим именем. Это очень популярно, очень распространено. И еще, знаете, что интересно, да? Дети в школе делают очень много всяких подарочков, микро-подарочков, там, допустим, к маминому дню. Вот, как Катарина мне игрушку делала, потом мне Саша браслет делает. И это носит, и иногда это носит под такое серьезное платье, допустим, красивое. А в сейке эти пластиковые кафе. Тут я вижу наборы бисера. Набор стоит 7,98 долларов. Вот, опять же, набор прямо сразу со щипчиками. Ты знаешь, это вот начался набор, как я понимаю, всяких по рисователям делам, да? Я хотела книгу Катарине новую купить, но я немножко от цены. Мы вросим. Я и хотела сказать, что мы покупали Катарине альбом. Акрыловые краски с небольшой набор. Альбом для рисования. И стоит недорого, 13,88. У нас Катарина очень красиво рисует. И мы обычно покупаем такого вот прана альбома для рисования. Ну, не просто такой вот тоненький, да? А как книжечка. И здесь какой-то невзрачный черный стоит 8 долларов практически. Не, мы купим однозначно в Росе. А в Росе всякие они красивые. Ну, потому что я все это сохраняю, да-да. У меня есть бокс памяти. В этот бокс памяти я складываю всякие детские подделки интересные. Но этот скоро бокс памяти превратится в сторож памяти. На нескольких квадратных метров. Потому что каждый день три ребенка что-то приносят из школы. О, набор костей. Набор кисточек такой, как у Катаришки. Вернее, 15 этих самых. Ну, Катаринки у нас все вот такое. Ну, в общем, кисти и малярные есть, и Катей хочешь очень тоненькие. А сколько там была вот эта стри? Смотри, эта пошла, чтобы рисовать прямо красками, да? А почему нет? Блин, ну, падает. Что, сцепилась уже? Ага. Я знаю, что хочу попросить. Надо будет купить три такие, да? Нарисовать на конве? Нет, нет, нет. И у нас дома проходят иногда выставки. А вот и красивые альбомы. Я про выставку куда говорю. И дети рисуют. Это для фото или для чего? Да, для фотографий. Ну, для выставки, и что мы на выставке нарисуем? И дети рисуют на обычной бумаге. И эта выставка у нас месяц висит. Потом я это убираю в этот бокс памяти. А может попросить детей красками нарисовать? Вот как они в вечернем этом лагере рисовали. Класс. Ну, здесь неинтересно. Пошли смотреть всякие швели. Ну, это лагеречки, всякие бутылочки. Да, сейчас пойдем уже в... Ну, наверное, то, что больше даже интересовало, наверное, даже больше интересовало не цепочки-браслеты, а, наверное, рукоделия. Вот что-то делать. Какие-то, наверное, спицы, специальные крючки. пошли всякие нитки для этого поэтому вопросы я вообще ничего про нитки мы ничего рассказать не сможем потому что мы ими ничего не делаем не рукодельничаем и если вам надо для каких-то по делу то можно их купить в центах за доллар то есть неважно просто мы не работает ну вы же не не вяжем я ну там не такой большой ассортимент но там тоже есть такие товары иногда просто вот мы какие-то красные покупали помнишь там что мы покупали это все для школы у них был проект они вязали коврики коврики наверно покажем когда будем квартиру показывать на что они там и тогда в школу нужно было учительница просила кто сколько может принесите любых по цвету ниток мы покупали там три или четыре варианта ниток и они там потом все в школе делились ими и плели коврики ну коврик это конечно громко сказано там маленький коврик 10 на 15 15 на 20 ну что идем посмотрим там еще что-то должно быть где-то вот мы плавно перешли в отдел для вышивания тут всякие наверно ткани наверное уже и размечено и то что получится кто живет в белоруссии знает комаровский рынок я рекомендую на комаровском рынке ближе сказать и рубка откуда они вещают на противоположной стороны от центрального входа комаровки на втором этаже есть огромнейший магазин со всякими штуками а может уже сейчас нету есть увидела там когда есть я спрашивала мама на еще работает вот они занимаются там всем они привозят какие-то специальные нитки очень большой магазин еще расскажи ну вот эти штуки для вышивания да как они дались чтобы закреплять ткань да расскажи вот про тай-дай это отдельная тема у нас в школе но это наверное у всех школах есть тай-дай день к этому дню нужно самому скреативить себе мальку вот такую можно короче смысл заключается в том что покупается белая майка да ну вот и потом покупаются красочки различные и майка то мало по-любому как потом скручивается ручек из 90-е годы варили границы и ты выкрашиваешь на суббиво разводом в определенный день школу все приходят в этих май это интересно и вот краски для 3d принтов чтобы делать вот такие вот уже загогулины какие-нибудь интересные на майках рисовать если вы не придете в этот день к этой майке вам не толку ничего не скажешь не будут на вас там косо смотреть так ну вот я вижу там продолжаются отделы так конечно мы еще не были в швейном отделе я почему-то вышивок не вышивок а публикация на это что за ткань а это я думаю что здесь какие-то маленькие как полотенчики не зарубленные и их нужно будет зарубить дальше идут и это все для работы с тканью здесь вот прям продаются вот такие кусочки уже нарезанные заплатки ставить к намете если нужно всякая фурнитура какая нашивка красиво тут мы помнишь купили как только приехали на шивке американский флаг такие наклейки которые пьеды что вот это вот за модную штуку через я думаю что это все для раскройки материала за воду да 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 растут вообще честно говоря моя бабушка заслуженная швея до всю жизнь пользовалась вот примерно такой линейкой персам она у нее была вот такая толстая бабушка проработала батареи и пользуется как-то сказать всю жизнь она и всю жизнь пропользовалась как бы без всяких всяких штуков но это я сейчас говорю сродни тому что раньше рожали в поль как гарантии марина из ченге так кому надо пуговицы подожди смотри он что это красивое такое с камушком ну покажи вот эти пуговицы сереж какие ну это такие миленькие пуговицы доллар 90 сантиметров а я вот таких себе куда нибудь ношу очень красивые такие для деток вообще ну слегка уже стиль где еще шмите макова подавайте беденец нас давай я не классно мне нравится вот пуговицы какашки наша дочь и даже такую сумочку куклы покажи ну это тема такая мультик там какой-то еще на всякие такие нарядные пуговицы есть сереж покажи вот мультики нарядные деревья это нарядные резинки нет это не резинки это тесемки чем нужно окремлять нарядные замки ну вот про нитки что мы можем сказать короче сколько мы покупали ниток чтобы себе что-то где-то зашить пришить они рвутся прям но они просто как паутина хотел сказать паутина так наверное не рвется как нитки в общем с нитками как-то вот в америке проблематично они какие-то непривычного для нас качества может мы не там покупали может но мы покупали в омарте покупали да вот мне кажется пошли швейные машинки кстати может будет интересно вот такая машинка стоит 200 долларов вот еще одна машинка 200 долларов вот еще одна машинка без цены вот машинка стоит 40 долларов ну и честно говоря если ну как то сказать если вы не собираетесь на ней зарабатывать денег если вам нужно просто ну вот там золу заузить штанишки мы часто шьем раньше по крайней мере решили какие-то игрушечки длину брюк убрать то этой машинке хватит загроза ну конечно если может кто-то профессионально там шьет то нужно более что-то уже более модно и профессионально ну как мне для таких вот просто хозяйских домашних домашних нужно что это за стразики не знаете на месте украшать просто нашивать туда тоже украшение а это нужно наверное какие-то эти собрать на веночек потом уже всего наклеить да красиво ленточки смотри какие красивые тоже всякие с морской с морской тематикой национальность при желании что-то можно подобрать но я как-то представлял себе этот отдел немножко по-другому на следующий раз зайдем в отдел для рыболовов охотников и туристов хочу вам показать недорогую небрендовую спортивную обувь которую можно купить в волмарте вот за такие небольшие деньги однако вот это вот б Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok